Ну и ладно, не суть. Короче, вы это тут, ну я правильно понимаю, мясо тут, да, это вся дела, короче, режете тут всё. Рубим мясо просто, если честно, хуярим. Пацаны, сразу скажу, пацаны, девчата, сразу скажу, что, короче, у меня это, документов никаких нет, поэтому это, ну я, короче, пропился. О, бля! Ну я, слушай, я прям, давай более конкретно, разъебенил просто, да? Здарова, здарова, дорогие друзья, свои волкин, добро пожаловать на дуику серию по GTA 5. РП играем всегда на первом сервере под названием Даундаун, и как вы понимаете, друзья, сегодня я собираюсь вступать в ряды полиции. Шутка. Конечно же нет, друзья, вы посмотрите на моего персонажа, какая, какая, какие госорганы вообще, о чём может быть речь. Поэтому, друзья, сегодня я сделаю всё возможное, чтобы стать одним из членов одной из группировок. Короче, это будет, наверное, смешно, в каких-то моментах, возможно, это будет какой-то испанский стыд, потому что я уверен, что пойдёт всё по пизде, учитывая мою удачность. То есть, поэтому, друзья, пожелайте мне сразу удачу и... удачу, ну или удачи, ну, неважно, в общем, друзья, поддержите меня лайком. Короче, я сажусь в твою жёлтую тачку. По идее, было бы логично всё-таки начать с автомехаников. Значит, смотрите, я предварительно изучил, какие группировки у нас имеются. Значит, ну, вот это Фэмилис, они же Групп Стрит, они же Автомойка. Значит, дальше у нас есть Вагосы, которые у меня, кстати, есть, так скажем, у меня есть Козырь. Во-первых, жёлтая тачка. Во-вторых, я знаю Альберто Савинио, который меня туда уже звал. Это автомеханики. Дальше у нас есть вот эти вот ребята, которые, собственно, баласовцы. Потом у нас есть вот эти ребята, которые блац. Я, честно говоря, не помню, чем они занимаются. А ещё вот это меня заинтересовало, когда я узнал, во-первых, у них нихуёвая территория завоёвана. Во-вторых, это Марабунта Гранде Перфоманте, да? Ну, типа Ацтеки, которые где-то там на Атшибе находятся. А самый прикол, что они типа мясники. И, в принципе, я могу как какой-то алкаш приехать и попробовать к ним попасть. Но не знаю, насколько это будет хорошо получится у меня вообще или нет. Короче, ребят, мы начинаем. Значит, смотрите, первым делом, я думаю, будет логично сделать следующее. Давайте всё-таки мы Альберто наберём, потому что пока у меня есть, как бы, данный контакт. Я думаю, что, в принципе, можно... Ясно. Теперь вопрос. Неправильно набран номер, это означает то, что я его неправильно записал? Или же это означает по системе GTA 5 RP, что он сейчас не в сети просто? Мне кажется, что если бы он был оффлайн, было бы логично предположить, что была бы надпись Абонент недоступен или что-то такое. Поэтому, друзья, с вашего позволения, я сейчас быстренько открою тот видос, проверю номер телефона. И, в общем-то, мы с вами сразу решим. Ну, если он не в сети, тогда я предлагаю поехать к этим самым мясникам, потому что меня, честно говоря, привлекает эта необычная группировка. Ребята, одну секунду, сейчас всё будет. Пацаны, ну что я могу сказать? 900... Фу, блядь. 592-74-29. Да, именно этот номер. Кстати, в видосе я делал ему прозвон, соответственно, значит, это означает на GTA 5 RP то, что неправильно набран номер, это означает то, что он не в сети. Хотя, мне кажется, логичнее было бы сделать что-то типа Абонент недоступен. Хорошо! Тогда, друзья, давайте, ну-ка посмотрим. Ну да, что-то Вагася-то, честно говоря, не супер тащит. А, ну естественно, я бы, может быть, конечно, рванул на Грув Стрит Ван Лав, как вы понимаете всё-таки, да, это было бы логично с моей стороны, но я так понимаю, что вот здесь и вот, ну, в Валасах и вот здесь персонаж должен быть темнокожим, потому что, как бы, это такие типа пацаны, там, рэп, все дела, короче. Поэтому, а вот как раз-таки Вагасы и Ацтеки, а-ля, или Рифа, я не знаю, кто они тут, ну, Ацтеки, наверное, хотя не знаю, ну, короче, Мурабанто, Мурабунто, Гранде. Это, короче, пацаны серьёзные, которым я тоже могу по идее вступить, но это не точно. Поэтому, ребят, поддержите меня сейчас, что-то будет смешное и неадекватное, наверное. И, скорее всего, меня пошлют подальше и вообще, может быть, прикончат, блядь, на месте, учитывая, что это реально, ну, наверное, всё-таки мясники. Блядь, я вообще нихуя не готовился. Я, значит, знаю... Нет, ну я как бы предварительно уже понял информацию. Друзья, огромное вам спасибо за подсказки, которые вы оставляете. Вот если бы не вы, я бы, наверное, вообще не знаю, что было бы. И, друзья, пока я еду, хотел бы ещё также напомнить, что если вы вдруг начинаете играть... Уже, кстати, пять серверов уже вот на момент выхода сервера. Сегодня, по-моему, открывается как раз пятый, прошу прощения за звук смс-ки. На любом серваке работает в настройках аккаунт промо-код, друзья. Вводите булкин маленькими буквами и получаете бонус на старте. Либо же даже если вы уже играете, то, в принципе, не на старте. Короче, это вообще нормальная тема и на всех серверах работает. Ну что, друзья, два километра пути меня сейчас ожидает. Я надеюсь, что в такое позднее время там кто-нибудь тусуется. Но если нет, придётся ехать, наверное, к Вагасам. Хотя, с другой стороны, можно угарнуть и поехать, например, на Груб-стрит реально. Потому что хоть у меня персонажи белокожие, посмотреть, как он... Как вообще меня там что-то реально со мной сделают, как бы прикончат мне там или ещё что-то. Значит, предварительно. Я, конечно, чуть-чуть изучил ещё вот что. Значит, по идее, то есть, как бы я там прихожу, говорю, что я хочу тут туда-то, туда-то. Ну, типа, вот, например, сейчас я должен сказать, что я какой-то немыслимо крутой мясник. Вот, наверное, по идее, если я всё правильно понимаю. Вот, дальше меня, наверное, попросят что-то там, что-то проверить. Значит, меня будут спрашивать напрямую, что такое там, типа, там, РП. Я там должен отвечать, что, соответственно, что это какую-то аббревиатуру придумывать. Если же меня будут спрашивать, запрашивая ОС информацию, то я должен дать определение. Ну, если это всё так легко, то я, конечно, это должен пройти. Вот, не знаю, что ещё может меня ждать, но это, я так понимаю, основные моменты. И, кстати, я сейчас, знаете, ещё задумался. Ну, сейчас посмотрим, ладно, сейчас по факту посмотрим. Так, чё, они прямо тут находятся? Бля, надо было предварительно кому-нибудь ещё заехать. А то, что у меня тачка жёлтая. Так, кто-то есть, кто-то есть, мои эти пацаны тусуются. Ебать. Так, Пикадор стоит зелёный. Чё, кому пойдём-то? Тачки припаркованы. Так. А, блядь, еле доехал, блядь. Блядь. Чё надо? Блядь, здорово. Здорово. Слушай, это, я тут слышал, это, вы как это, ну, я, короче, мясник бывшим, короче, на ферме жил. Вот, думал, короче, вот, перебрался сюда недавно, хотел вот к вам попасть в компашку вашу. Да, можно. Слушайте, пацаны, ну, это самое, я-то, у меня прошлое такое, знаете, криминальное, я вас не подведу там, это, если чё, за базар сразу все отвечают, как бы. Ну, я имею в виду, если кто-то там наезжает. Ну, короче, я постою, блядь, за всех пацанов, ну, вы понимаете, да, о чём я? Точно. Да, блядь, я, бля, буду, реально постою вообще. Я, извиняюсь, девушка, извиняюсь, я просто такое, ну, как бы, знаете, сейчас выпил, вот, литрушечку раздавил, пока ехал, еле доехал, блядь. Ну, сразу за мной гнались, оторвался, ну, короче, такой, короче, криминальный. Ну, и ладно, не суть, короче, вы это тут, ну, я правильно понимаю, мясо тут, да, это вся дела, короче, режете тут всё. Рубим мясо просто, если честно, хуярим. Блядь, слушай, ну, я, походу, по адресу, слушай, пойдём захуярим какую-нибудь тушку, я прям покажу, как я это. Ну, пошли, со мной покажешь. Погнали. Пацаны, сразу скажу, пацаны, девчата, сразу скажу, что, короче, у меня, это, документов никаких нет, поэтому это, ну, я, короче, пропился. Смысл? Ну, так вот, ну, слушай, было время плохое, сам, понимаешь, там, на дозе сидел, ну, короче, блин, ну, я листочек могу копию показать, если чё, там, найду чё-нибудь. Ну, я думаю, мы чё-то придумаем. Хорошо, хорошо. Ох, блядь, кровью пахнет, слушай, обожаю вообще. Слушай, а это кто тут мотылька расхуячил так, а? Это я. Ну, наступил случайно, что ли? Ах, да. Так, ну, чё, чё делаем-то, и где мясо-то? Короче, видишь, баран лежит, надо его расхуярить. Подожди, вот ты вот про своего напарника того, что ли, так? Да. Вот про него, что ли? Да. Слушай, дружище, блядь, я опять сроков отмотал, ну, не на ровном же месте сейчас. Да ладно, тут все свои, поверь. Да нет, слушай, я так понимаю, у вас, а, у вас-то это, вы синий цвет, да, любите, я так понимаю? Да, отражаем. Я вот подхожу, да, у меня джинсы синие, я просто одежду тоже всю сдал уже, ломбард, блядь, хуйбард, у вас все, короче. Ну, я закуплюсь, я заработаю, честное слово, я там мясо наторгую, вообще нормально все будет. Короче, чё делаем-то, слушайте. Ну, вот, баран лежит, надо его разрезать. А на стуле, что ли? Да, на стуле. Так, слушай, так, а чё, слушай, у меня есть такой фетиш, я, короче, ножницы скрываю обычно баранов. Ну, в принципе, пойдет. Вот там ножнички вижу, да, лежат, сейчас, секунду. Так, а всё по плану. Взял ножницы со стола. Ох, слушай, ну они вот такие, конечно, я смотрю, уже ими работали, да? Ну, так. Так, чё, чё, блядь, как отыграть-то? Взял в левую руку туловище барана. Нет, захватил левой рукой, захватил левой рукой. Ухватил, ухватил левой рукой туловище барана. Ха, барашек какой, а, слушай, нет, свеженький, блядь. Брыкается, да, ещё пойдет? Да вообще пиздец. Так, нанёс, нанёс сокрушительный удар ножницами в тушу барана. Да и нет. Ебать ты его ебал. Ох, какой, а. Так. Эээ. Фух, я думал, он сейчас кикнет. Сделал надрез ножницами вдоль туловища. Ну смотри, смотри. Как хлещет-то, а? Ну чё, нормально? Нормально. Слушайте, пацаны, а у вас нету это? Извините, конечно, это как бы это, ещё даже толком не познакомились. Есть чё выпить, блядь? Я просто не могу натрезвую вообще. Да, есть, братан. Для тебя всё есть. Слушайте, прият... Ох, бля, какой боттл, а. Бля, души вообще. Так, медовуха. Выпить. Ох, бля. Бля, вообще нормаль. Слушай, а чё это за медовуха такая? Собственное производство какое-то, что ли? Ну да. Слушайте, ништя. Можно так сказать. Так, ну чё, пацаны, чё дальше-то делаем? Бля, пока вообще всё охуенно, ребят. Просто лучше... Ну лучше и так. Хочешь с нами, да, работать? Слушайте, ну я же говорю, я, блин, сюда ехал, говорю, от ментов удирал, блин. Я еле доехал, сразу узнал как-то, что у вас тут как бы какая-то есть такая, так скажем, как это правильно-то назвать-то. Ну типа, не то, что группировка, но как бы такой вот, ну... Такой небольшой кланчик, так скажем, да. И я как бы, ну, сам мясник, говорю, в прошлом. И говорю, очень приятно было бы с вами, так скажем, иметь общие дела. Ну, в принципе, я вот сейчас посмотрел, как ты барана разъебал тут. Ну я, слушай, я прям... Давай более конкретно разъебенил просто, да? Ну по факту просто разъебал. Ну да. Короче, давай сделаем так. Ты сейчас как бы едешь уже за синей одеждой. Опачки. Опа! Опа, пацаны, ну, слушайте. Я не подкачаю, реально. Пожалуйста, я тебе сообщение писал. Слушай, а что так, так просто, видите, заявил о себе сразу и даже без... Нет, одежда просто кровь прошло смывается. Слушайте, ну да, тоже верно. Я сейчас постараюсь, она там в бардачке что-то лежит, какая-то мелочевочка. Я, конечно, наскрябаю и это, закуплюсь это новыми шмотками-то. Ну да. Слушайте, я готов сразу, как бы у меня, это, пикап, ну, ворованный, правда, но все равно, как бы, это. Я готов там, может быть, сразу миска привезти или что-нибудь такое. Вы, как бы, скажите только, я сразу. Да, смотри, ОЦ воспринимаешь? Да, да. Я сразу понял кто-то и спрашиваю, это, тебе спецсвязь нужна, наверное, нет, на Дискорд? Да, слушай, я думаю, нет, не надо. Ну вот. Типа так, мы тут собираемся на мероприятие, всякое такое, если хочешь, можете по с нами. Ну, слушай, давай, если что, я сообщу тогда потом. Я думаю, пока так обойдемся. Ну все, если что, ты знаешь, к кому подойти. Окей. К семье Романа подходишь к любому, все. Окей, хорошо. Ну, давай продолжим. Так, это там, одежду купи. Кхе-кхе-кхе, блядь, у меня, кхе-кхе, кашель, слушайте. Я прошу прощения, я не спидозный, не заразный, ничего, все нормально. Ну, надеюсь, не коронавирус. Слушай, ну, я посылочку заказывал, заказывал недавно, но думаю, что нет. По идее, не должен. Хотя она вроде до нашей края еще не дошла, но, может быть, я буду первым и последним. Хрен знает, короче. Найдет. Так, пацаны, и это самое. Я тут слыхал, знаете, что мне вот не понравилось. Вот как-то, вот у меня дружище один тоже прибыл недавно вот как бы в эти края. И как бы, знаете, такие тут есть это самое, как они там называются-то, это... Автомойщики такие хреновые, в зеленом такие, знаете? Да. Вот, короче, они, знаете, что? Они, короче... Че? Мой приходит... А он такой, знаете, ну, темнокожий парень, он просто в солярий ходит, как бы. Они его приняли за своего. Вот. И, короче, начали спрашивать там, знаете, что такое, типа... Я просто готовился, честно, я готовился, знаете, я думал, что вы сейчас такие... Я поэтому и выпил, короче, вот я, видите, нервничаю, хожу из стороны в сторону. Они такой, короче, начинают ему что-то... Че такое ПГ, типа, такое? Че такое РП? А он такой, блин, ну, бля, пацаны, ну, ПГ. Ну, Петр Галаксионович, все знают, да, как бы. Я готовился, как бы, к этому, что, как бы, ну, такой допрос будет, а вы тут, как бы, ну... Я понимаю, что я ноженцами орудую, как бы, ну... Ну, ладно, не суть, не суть. А вы просто, вы просто зашли, мы вот сразу же... У вас аура такая поверила, и мы, как бы, сами, понимаете, у нас у самих ладошки вспотели, мы даже сами не знаем, какие вопросы вам задавать. Ага. Ну, аура аурой, конечно, ну, я помылся, воняет, да? Вы про это так ныкнули. Ну, помыться не мешает, если честно. Слушайте, а душевая-то есть у вас вот как-то, это, где-нибудь? Ну, я понял, вы сами, короче, не моетесь, ясно. Ну, только дома. Так, я предлагаю так. У меня, как бы, пикапчик, да, у меня, как бы, место только одно. Я вот с вами, вот, молодой человек, и с вами, конечно, бы, покатнул бы сейчас бы до магазина. Ну, поехали, у меня есть четырех мест. Погнали, погнали. Просто, знаете, я, как бы, это самое, ну, так скажем, в 98-м, но это давно было, я, как бы, был учителем моды в местной музыкальной школе. Но это было в прошлом, это было в прошлом, поэтому я бы очень был бы рад, если бы вы мне посоветовали, как одеться. Ну, чтобы, так скажем, это... Да, да, сейчас. Подождите, машину сюда подгоню. Да, 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 без проблем. Слушайте, тут у вас, конечно, блин, вот, вы, конечно, красавчики, блин, выбрали место такое, знаете, тихое, и мусора здесь редко, наверное, да, катаются, и, как бы, проблем никаких особо нет. О, здорово, мужик. Мужичок. Слушай, а ты, это самое, я так понимаю, на мясную фабрику нашу пришел, да? Тут просто, а, нет, знаете, прохожие это. А мы как это, мы добрые же, да, в принципе? Мы добрые. Ну, согласен, тут вопрос нет. Садитесь. Слушай, что-то ко мне все на вы-то на вы, ну, подумаешь, на 20 лет тебя старше, ну, что-то все свои-то, блин. Ну, ты-то мне как батя считаешь, да? Ну, блин, давай не будем, как бы, может быть, даже как дед. С нами поедешь, Мея? Не-не-не-не, да, не подожди. Блядь, воняет от меня, что ты хотел, девушки такие. Слушай, ну, тачка у тебя, тачка классная, слушай. Сам заработал или подарили? Не сосал. А, ну, понял. Намесил. Мясная фабрика просто позволит тебе ездить по машине. Да, да, да. Это хорошо. Мясо повозишь нам из трубе квартиры, поймешь. Слушайте, ну вы там это, меня, что к чему там расскажете, да, как? Ну да, я тебе все расскажу, объясню. Так, вот давайте сейчас, ребят, я предлагаю такую тему, я, короче, сейчас оденусь, вот как, ну, на свой вкус, да, я понял, что цвет должен быть синий, вот. А вы потом оцените, если что не так, говорите напрямую. Если я, как бы, выгляжу, как мудак, так и скажите, как бы, я принимаю критику спокойно. Хорошо. Спасибо, братаны, спасибо вам большое. Так, дай бог здоровья нам всем. Блядь, это просто пиздец. Так, надо одеться реально теперь как мудак, просто как последний мудак. Так, перчатки вязаны, есть синие? Блядь, ебать они стоят. Блядь, теперь хочется, здесь 4 кэса стоят. Так, подождите, стоп, у меня есть секунду. Пацаны, у меня тут на счету 95 рублей, я предлагаю их сейчас перевести, это было на черный день, вот, мне кажется, черный день наступает прямо сейчас, поэтому 9500 мне сейчас очень нужны. Я конвертирую. Значит, сколько у меня всего налички, я, блин, не могу посмотреть. Так, ладно, давайте, значит, все. Как настоящий, значит, этот самый. Ага, ага, блядь, ну тут. Такой мясник, блядь. Так, подожди, а майку можно как бы без майки как-то? Майка стандартная. Блядь, все время, вот, в GTA 5, реально то, что из-за того, что тут все друг на дружку накладывается. Так, подождите, майка мне вообще нахуй не нужна. Как мне, можно ее вообще снять? Блядь, мне хочется одеться реально как просто, как не пойми кто вообще. Так, ладно, допустим, пусть будет самая дешевая, просто останется вот эта, да? Так, футболка, блядь. Вот она как-то, знаете, сидит не очень на мне. Так, ладно, футболка с картинкой, блядь, это пиздец. Надо прямо что-то такое убогое-убогое одеть, просто реально. Так. Блядь. Так, подождите, я куплю, я куплю это. Так, под низ. Сейчас мы, подождите, я знаю, что у меня должно быть синее. Сейчас мы сделаем какие-нибудь пиздатые синие. Блядь, 9 кэсов стоит, пиздец. Шорты модника. Блин, самое интересное, что стоит дороговато, конечно, для меня. Спортивные штаны. На лямках они, что ли, будут? А, лямки это от этого, не-не-не, они не на лямках будут. Так, если у меня будут такие спортивные штаны. Не, вот даже джинсы и джогеры. Сейчас, спортивные свободные штаны. Во, как, вообще, чтобы висели. Есть синие, ярко-синие, чтобы были. Блин, ну что же их нет синих-то, а? Ну, типа такие. Ну, давайте, ладно, купить. Так, отлично, обувь тоже что-нибудь убогое синее нужно. Сапоги, они не очень будут смотреться так. Шлепки. Синие шлепки, может быть? Подожди, есть синие шлепки? Чисто синие. Блядь, сланцы, точнее, так. Блядь. Перчатки. Блин, перчатки, я хочу синие перчатки. Почему нет синих перчатков? Да не стоит, конечно, пиздец. О, разноцветные. Так, подождите, подождите, подождите. Блядь, ебать, я сейчас буду просто выглядеть, как не пойми кто. Так. Так, 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 так. Ага, наличка 4. Говорит, пиздец, я сколько всего, блядь, купил. Шапка, не, шапка не нужна, часы не нужны. Так, теперь смотрите, что делаем. Одеваем, все. Куртка надеть. Майка не нужна. Сланцы надеть. Свободные штаны надеть. Ну как? Не, ну, тапочки, тапочки, конечно, супер. Санюк, это пиздец. Пойдет? Охуенно. Ну, да. Ну, я говорю, да, раньше преподавал моду. Ну, синенького достаточно или еще, добавь. Могу шапку купить. По правилам вообще 75% надо. Слушай, ну, не будем говорить, да, что там еще 25% штаны, как бы у меня под штанами, там, да, как бы сам понимаешь. Там тоже синее все, как бы, если что. Но, я могу шапку, говорю, это, я думаю, это... Вот, можно шапочку синюю. Так, сейчас без проблем. Да, вообще без проблем. Модник, блядь, такой просто. Мясник, блядь. Так, шапка обычная. Синяя, блядь. Как я сейчас буду выглядеть, я хуй знает. Так, синяя есть? Что, нет, синие шапки, что ли? Панамка. Я, кстати, отказался бы. Блядь, только два цвета. Кепка. Шапка трикотажная. Но она не очень смотрится. Восьмиклассника? А, шапка восьмиклассника. Восьмиклинка. Так, бандана, наушники. Панама с принтами, ну-ка. Подожди, подожди, подожди. Синенькую, синенькую, синенькую. Блядь, только синенькую хочу. Подожди, с цветочками, может, пойдет? Блядь, тоже синего много, кстати. Подожди, я куплю, короче, похуй. Так, подожди. Так, 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 так. Сейчас, где она, где она, где она? берцы носки какие носки а вот шапка пацаны но она не синяя но она не очень понравилась конечно есть элементы синего но не пойдет что ли пойдет готов рубить мясо ну сейчас как бы уже время позднее надо рубить так я понял это уже интересное предложение обговорим мошенники до при передаем кашляю вопросики ребят я думаю что для сегодняшней серии достаточно следующая серия будет скоро просто поддержите лайками просто вот реально потому что это мне кажется охуенно встретимся в следующей серии подписаны канал впервые оценивайте видосик до новых встреч это кто такой я не понял короче ребят увидимся до новых встреч в чем ты вообще любишь заниматься сейчас это это будет продолжать следующей серии всем пока пока